Дагестан И снова наш Расул. Портрет великого дагестанского поэта появится теперь и на монетах. Дагестан Энергетики в Дагестане из-за сильной жары приняли решение о введении временных отключений электричества. Эксперты отмечают, нагрузки на оборудование достигают пиковых значений, а объекты распределения работают в режиме перегруза. Чтобы избежать технологических нарушений ввиду аномально высоких температур воздуха, ответственными структурами принято решение веерно отключать электричество на два часа. При этом ограничения не затронет социально значимые объекты – школы, детсады и больницы. По данным МЧС Республики, сильная жара до 42 градусов продержится до 10 августа. В Дагестане спрос на аренду загородных домов за месяц вырос в 2,6 раза. Внушительный скачок позволил нашей Республике занять второе место в рейтинге регионов России по данному показателю. Лидером же стал Алтайский край. По мнению экспертов, внезапное и значительное сезонное повышение свидетельствует о возрастающем интересе к отдыху. 36 тонн малины не пропустили в Дагестан из Азербайджана. На пропускном пункте Тагиркент-Казмоляр специалисты Россельхознадзора задержали две крупные партии красной ягоды. В ходе документальных проверок было установлено несоответствие информации маркировок с фитосанитарными сертификатами, что является нарушением. Грузовики с продукцией уже возвращены в страну импортера. Виновным грозит административный штраф. Дагестан – лидер по поголовью овец в России. По данным Минсельхоза Республики, за год их численность выросла почти на 2,5% и достигла более 5,8 млн. Всего в двух регионах России увеличилось поголовье мелкого рогатого скота относительно уровня 1990 года. К слову, тогда Дагестан занимал лишь четвертое место. За этот период численность выросла на 39%. Внутри Республики пальму первенства по овцепоголовью удерживают Левашинский, Акушинский, Ногайский и Тарумовский районы. В столице Дагестана продолжают формировать комфортную городскую среду. Работы во многих дворах находятся на финальной стадии. На данный момент активными темпами проводится реконструкция на улицах Яракского, Абубакарова, Азиза Алиева, Нахимова и Юсупова. Здесь уже появились детские и воркаут-площадки со травматичным покрытием, беседки, скамейки и многое другое. Напоминаем, что в рамках данной программы проводится благоустройство 12 дворовых территорий и 5 общественных пространств. Ремонтные работы планируется завершить до конца сентября текущего года. Золотые медалисты – будущее страны. Впервые в Махачкале состоялась встреча представителей Муфтията Республики с выпускниками столичных школ, которые завершили свое обучение на «Отлично». Подарки, выступления и видеоролики. Подробнее о том, как прошла встреча в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Мухаммад Джафаров – выпускник с отличием. Он учился в третьем лицее Махачкале. Теперь планирует поступить в МГУ. Будущий студент отмечает, что подобные встречи, где говорят о нравственности, очень важны подрастающему поколению. Я считаю, это достаточно важно, потому что в человеке должны быть заложены духовные качества, душевные. То, что у него внутри – это самое главное. Когда человек верит во Всевышнего, у него есть вера, у него есть дух. Он верит в свое дело. Это очень помогает в достижении своих целей, например. Вера во Всевышнего, то, что ты не один, тебе всегда помогает Всевышний Аллах. Подобные мероприятия для золотых медалистов средних учебных заведений проходят впервые. На встрече известные ученые-богословы, общественники и предприниматели говорили молодым людям о важности следования своей религии, улучшения нравственных качеств и, конечно же, о ценности знания. Мы хотели действительно подчеркнуть то, что самой дорогой, золотой, можно сказать, молодежью нашего общества являются именно те, которые образованы наши выпускники, потому что на нем будет держаться наше будущее общество и государственность. И, конечно, хочется сказать их родителям, то, что мы ищем в будущем, куда бы ваши дети ни поступили, где бы они ни находились, мы ищем в отделе просвещения прямого театра Дагестана, будем поддерживать с ними все, с будущим. Это было очень интересно, познавательно. Большое спасибо Духовному управлению, Муфтияту, которые организовали такую встречу для нас. Знания бездуховности, они приводят чаще всего к трагедиям и катастрофам, потому что человек, который духовен, имеет какую-то вот эту составляющую духовную, он все свои знания направит во благо, не во зло. В рамках мероприятия участникам встречи также показали видеоролики об учебных заведениях Республики с теологическим уклоном. На экране был представлен QR-код для мальчиков и девочек. Отдел просвещения Муфтияты Республики в Телеграм-канале создал две отдельные группы, чтобы поддерживать связь со школьниками и отвечать на волнующие их вопросы. Мне очень понравилось, и я рада, что теперь у нас начали проводить такие мероприятия, которые посвящаются медлистам и отличникам. Я считаю, что обучать детей именно духовному религию – это очень важно, потому что сейчас, в последнее время, дети часто сядут в телефонах и находят там всякую лишнюю информацию, которая потом плохо на них влияет. И вот сейчас, когда смотришь на маленьких детей, видишь, как они ведь себя ведут, иногда расстраиваешься. Если бы дети с самого детства обучали хорошему образованию, плюс еще религии, то это было просто прекрасно. Религиозный человек, он всегда воспитан, он не будет грубить старшим, потому что все религиозные люди знают, старших надо уважать, поэтому грубить им нельзя. И вообще религия, она многое дает. По завершению мероприятия всем медлистам вручили денежные сертификаты, книги, а также цветы прекрасной половине человечества. На самом деле у нас очень многие дети уезжают за пределы республики, поэтому забота о наших детях очень приятна. Это очень хорошее мероприятие, мотивирует и нас, родителей, и детей. Спасибо вам огромное. На улице Маячной в Каспийске появилась новая мечеть. Ее строительство от сбора средств до возведения здания взял на себя местный житель Багаудин Акаев. На днях инициативного Каспийчанина пригласил на дружескую встречу председатель Совета имамов города Мурат Исмаилов. Он поблагодарил Багаудина Акаева за столь благородное дело и вручил памятные подарки. Подробностью моей коллеги Айше Тухаевой. Двухэтажное здание мечети построено. Дело осталось за облицовочными работами, но первые прихожане уже ее посещают. При мечети построен омовительный комплекс. Мы обсуждаем, как сохранить религию Аллаха, как ее дальше развивать. Вот то, что сегодня нам необходимо, пусть Аллах примет и у Маги, и у вас. Действительно, спасение в исламе. Мы сегодня, эта жизнь все равно пройдет, уйдет же он. Он не вечный. Некоторые стараются мешать исламу. Много таких людей я встречал. Хоть чем-то, если помочь, хоть чем-то, как человек может, вот это хорошо. Мечеть построена по улице Маячной города Каспийск. Местные жители выражают огромную благодарность меценату, ведь это значительно облегчает живущим поблизости мусульманам совершать намазы коллективно. Это Куран, речь Аллаха, и четкий здесь коврик. Тоже вам маленький подарок от нас. Пусть Аллах примет, пусть Аллах даст вам тавфет, здоровья. «В одиночку я бы не справился», – говорит о своем добром деле Багауддин. На встрече с председателем Совета имамов Каспийска присутствовал его главный помощник – сын. Также к делу строительства мечети Багауддин привлекал знакомых и неравнодушных жителей города. Айша Тухаева, Мухаммад Дмиттоев, Новости ННТ, Каспийск. Не только на марках, но и на деньгах. В России появилась двухрублевая монета памяти дагестанского поэта Расула Гамзатова. Тираж ограниченный – около 5000 единиц. Изготовлены они из драгоценного металла – серебра. На лицевой стороне изображен герб России и номинал. Наоборот, на рельефный портрет Расула Гамзатова – изображение летающих журавлей и годы его жизни. Приобрести монеты можно в госзнак и в банках страны. Отметим, что денежные знаки выпущены к столетию со дня рождения поэта в серии «Выдающиеся личности России». И в завершении немного о спорте. В бой идут одни ветераны. В Махачкале прошел турнир по пляжному волейболу среди игроков старше 35 лет. Матчи проходили на городском пляже. Берег Каспия все чаще становится местом притяжения не только отдыхающих, но и любителей активного образа жизни. Ежедневно здесь тренируются представители разных единоборств и игровых видов спорта. Соревнования на волейбольной площадке всегда собирают настоящий аншлаг. Масштабным получился и новый турнир, который посвятили столетию Расула Гамзатова. Играли мужчины и женщины. Сильная жара и горячий песок под ногами не помешали опытным волейболистам показать свои лучшие навыки и побороться за призовой фонд в 300 тысяч рублей, учрежденный спонсорами. Победителям и призерам соревнований также вручили книги народного поэта Дагестана. На этом выпуск завершен. Я, Ларьяна Шамхалаева, с вами прощаюсь. Смотрите наши новости также в социальных сетях. Всего доброго и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин